Целью этого сюжета будет дать вам рекомендации о том, какую информацию должно содержать электронное письмо заказ. Итак, шаг номер три. Делаем заявку и если вас цена устраивает, то подтверждаем заказ. К этому моменту я предполагаю, что вы получили бесплатные материалы по почте или внимательно изучили сайт tillertalonline.at и ознакомились с их предложениями, определились с конкретным местом и нашли апартмент по вкусу. Хочу добавить только, что, конечно же, будет очень хорошо, если вы можете написать заявку на немецком языке, но в большинстве случаев английский тоже сгодится. Как я уже говорила в одном из предыдущих сюжетов, старайтесь заказывать на домашней странице того гостевого дома, где вы собираетесь снимать квартиру. Почти у всех частных предпринимателей, которые сдают квартиры, есть домашняя страница, поэтому вам не будет трудно найти на ней специальный формуляр или трафарет и заполнить его. Если на их домашней странице такого формуляра нет, то пишите на их электронную почту в свободной форме. Я вам сейчас прокомментирую переписку нашей семьи с хозяйкой гостевой квартиры. Это переписка на немецком, но это не столь важно. Важнее знать главные аспекты переписки. Мы нашли гостевой дом, и моя дочь пыталась сделать заявку на их домашней странице через специальный запрос-формуляр. Но это не работало из-за какой-то ошибки на их домашней странице. Поэтому ей пришлось написать на адрес электронной почты письмо в свободной форме следующего содержания. Я не буду вам комментировать все письмо. Единственное, на что я обращу ваше внимание, это та информация, которую должно содержать ваше письмо. Вы указываете место жительства, имя, фамилию, страну, телефон, имейл. Далее. Сама заявка. Дата приезда и дата отъезда. Далее. Количество взрослых. Количество детей младше 15 лет. Далее вы пишете в свободной форме, но непременно включите в свою заявку фразу «Сколько будет стоить пребывание у вас все вместе» за весь период времени на всех членов группы, включая все побочные платежи, заключительную уборку и муниципальный налог. Слово «все вместе» ключевое, оно подчеркнуто. Вот ответ, который мы получили. В нем говорится, что с 19 по 26 у них действительно есть свободный апартмент на 4-5 человек. Но и для нас трех он доступен за 65 евро за ночь вместе с муниципальным налогом. И финальная уборка 30 евро. Далее хозяйка говорит, что парковка у дома бесплатная, завтрак они не сервируют, но супермаркет находится только в 40 метрах от их дома. Обычно в апартментах есть полностью экипированная кухня. Нам все понравилось, поэтому перед подтверждением заявки мы еще раз пишем им письмо с целью удостовериться, что все-все-все-все вместе за весь период будет 485 евро. То есть мы хотим быть уверены, что потом нас не ждут сюрпризы, и таким образом мы уже сможем рассчитывать на определенную сумму. Заметьте, что про депозит она не писала, но и мы сами не напрашивались, поэтому я о нем ничего не упоминаю. Ответ положительный. Хозяйка пишет, да, все вместе вам будет стоить 485 евро за весь период времени. Теперь остается только подтвердить заявку, постараться ее не отменить, чтобы не разочаровывать хозяйку, и за несколько дней до приезда напомнить, что мы приезжаем. Я подтверждаю свой заказ и прощаюсь до 19 декабря. Хочу лишь опобщить все вышесказанное и напомнить, что обязательно попросите вывести финальную общую стоимость проживания на всех членов семьи и за весь период времени, учитывая налоги и генеральную уборку. Таким образом, я ставлю галочку и желаю, чтобы ваша переписка также завершилась удачным заказом. А в следующем сюжете мы будем планировать маршрут, и это будет последним четвертым шагом.